МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, неужели у тебя в жизни бывали ситуации, когда ты понимала, что ты недостаточно желанна и привлекательна для какого-то конкретного мужчины? Поклонники у меня всегда были. Но у меня был период, когда мне исполнилось 40 лет. Все, старость. И ты думаешь, боже мой, уже подросли молодые, красивые, энергичные, сексуальные девушки. Что делать дальше? Посмотрела на голливудских звезд, там все в порядке, никто не плачет. Да. И я стала серьезно думать, а в чем вообще моя проблема? Внешне хорошо, а вот внутри ощущаю себя просто, отвратительно. Нашла эти упражнения по йоге и уже 5 лет прекрасно ими занимаюсь. Я вернула себя. Ты готова? Да. Почувствуй себя кошечкой. Так, мы ложимся на животик. Исходное положение подбородок вниз. Наши пяточки лежат на нашей попке. Руки берут за лодыжки. Так, поднимаем голову и поднимаем наше туловище. И 20-30 секунд мы находимся в таком положении. Два-три раза мы это делаем. Как прекрасно мы так все потянули, да? Ты знаешь, это вообще фантастическое упражнение, потому что стимулируется работа придатков, улучшается кровообращение и стабилизируется менструальный цикл. Ты, наверное, заметила, что попа очень напряглась и брюшной пресс. Конечно. Заниматься вот этими пятью упражнениями нужно всего два раза в неделю. И, конечно, постоянно хвалить себя, в глядя зеркало. Но об этом я чуть позднее расскажу. Так, хорошо. Следующее. Я обожаю это упражнение. Оно как раз-таки хорошо для интимных мышц. Поэтому смотрите внимательно. Будем сводить мужчин с ума. Мы ложимся на коврик. Представляем, что мы лежим под красивым майамским солнышком. Приподнимаем наши ягодицы, сжимаем их раз-два и опускаем. И делаем так десять раз. Все внутри напрягаем, нашу попку, наши мышцы мочеиспускания. Чувствуешь? Еще раз, десять раз, да. А ты помнишь, что Мадонна часто в своих клипах использует? Это как танцевальное движение. Что здесь происходит? У нас стимулируется мышца живота. Она не дает опускаться нашим придаткам и матке. То есть постоянно в тонусе держит. И что самое любопытное, стимулирует нашу поджелудочную железу. И поджелудочная железа начинает вырабатывать гормоны. А что такое гормоны? Это легкая походка кошачьей. Это блестящие глаза. Светочка, все-таки как же получилось в твоей жизни, что был период без этого? Я рассталась со своим американским мужем и практически осталась на полном нуле. И тебе нужно мобилизироваться. А чтобы мобилизироваться, нужно стать супер-женщиной. Естественно, прекрасная женщина начинается прежде всего с головы, с хороших положительных мыслей. Судя по тому, как ты сейчас прекрасна, как воодушевленно ты рассказываешь о жизни, о себе, в твоей жизни сейчас есть мужчина, которому ты можешь дарить радость общения с собой? У меня есть мужчина, который мне очень нравится. Возможно, это перерастет в любовь. А сейчас упражнение, которое тебе очень понравится. Оно такое игрательно-зажигательное. Я его называю лягушкой. Вообще, я очень люблю, когда в упражнениях есть элемент игры. Смотри, расставляешь ножки, чтобы у тебя щиколотки были на одном уровне с твоими коленями. Делаешь выдох и отклоняешься назад вот так на 20 секунд. Точно как жабка. Вот, вот это как жабка все туда, такая богатая и красивая жабка. И возвращаешься обратно. И сколько раз? Надо 5 раз по 20 секунд. Слушай, так обидно, что нет зеркал. А зачем нам? А потому что вот, когда мы делаем упражнения, мы должны любоваться собой. Женщина должна подходить к зеркалу и просто начинать себя любить. А что бывает? Женщина встает утром, смотрит на себя в зеркало. Какой кошмар! Тут что-то появилось, тут что-то не то. Опять какое-то обвислое некрасивое тело. Ну да, но... Этого ни в коем случае делать нельзя. Надо просто обожать каждый кусочек своего тела. Гладить свои волосы и говорить, как я люблю свои волосы. О, Маша! Какой мне... Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Какой у меня чудесный, замечательный лоб. Какие у меня красивые пухлые губы. Все такое отличное вообще. Обалдеть просто. Потому что если ты внутренне себя не будешь хвалить, то упражнения не будут так эффективны. Особенно нужно хвалить те части тела, которые тебе не нравятся. Вот что тебе в себе не нравится? Ну, честно скажи. Ну, так я тебе и сказала. Ну, а что? Ну, например, ноги толстенькие. Когда ты начинаешь себя гладить, ты подходишь к своим толстеньким ножкам и говоришь, большое спасибо, что эти ножки меня носят. За то, что эти ножки делают меня такой красивой, за то, что эти ножки такие выносливые. Упражнение лягушка. Твои ножки как раз-таки делают стройными, красивыми. И у нас еще остается одно упражнение. Два. Еще два упражнения. Легко решила от меня отделаться. А нет, а ты что, уже устала? От этих упражнений не устаешь. Садимся на нашу уже подкачанную прекрасную попку. Так. Поднимаем ноги, руки. Держим около пяти секунд. Опускаем. Делаем десять повторов. Балансируем прямо, да? Да, очень простое упражнение. Напряжение в области живота, руках, ногах. Кстати, именно оно позволяет нашим интимным мышцам находиться в тонусе. И нам, женщинам, делать наслаждение сексуальное более продолжительное. Это очень полезно. И для здоровья, и для удовольствия. Есть еще одно дыхательное йоговское упражнение. Это каждое утро натощак в течение 30 дней. Ты увидишь, что будет твориться с людьми тебя окружающими. Они просто будут заваливать тебя комплиментами. Берешь вот правый палец, зажимаешь правую ноздрю, здесь вот эту руку, персточку такую, три пальчика соединяешь, и начинаешь дышать левой ноздрёй. Вдох, выдох. Вдох, выдох. От 9 до 20 раз. Что происходит? Мы стимулируем наше левое полушарие, а именно оно отвечает за женственность. Это удивительно, но работает. И пятое упражнение, которое тебе очень понравится, я называю его «замочек и ключик». Кислородные упражнения. Смотри, все просто. Опять стоишь на коленочке. Наши руки заводим назад. Такой замочек там делаем. И начинаем опускаться вниз. Вот так поднимаем руки. Когда опускаемся вниз, в это время сжимаем все наши внутренние мышцы. Нашу попку, наш брюшной прессик. Все. Надя, нельзя так делать. Ты прямо как атлант вообще полностью наклонилась. А надо было что? Нужно вот так держать красиво. Давай еще разочек. Вот так. Вот. 10 секунд. Вот так держим, тянемся наверх. Убогащает упражнение кислородом наше все тело. Предплечья очень хорошо работают. Спинка. Зазвращает гибкость и эластичность всем нашим внутренним женским органам. И надеюсь, что мы с тобой встретимся еще не раз. Спасибо тебе, Андрюшон. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии. Делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.